Всем привет! Сегодня вам покажу две важные вредные настройки, которые обязательно нужно было отключить еще при самой покупке вашего смартфона. Если вы этого не сделали, то сделайте прямо сейчас. Эти настройки сильно влияют на работу вашего смартфона. Он быстрее разряжается, он потупливает, плохо работает интерфейс, плохо загружаются различные игры, медленно запускаются приложения. И еще очень-очень много могут быть различных лагов из-за этих двух настроек. Смотрите, первая настройка, она напрямую зависит от вашего Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Вы сами понимаете, что вот эти три значка, когда они активированы, то они сильно разряжают вашу батарею. Если они даже у вас отключены, то я вам покажу одни из настроек, которые в скрытом режиме используют вот эти значки и они работают даже тогда, когда они выключены. А вторая настройка, она сканирует вообще весь телефон, все ваши приложения, которые установлены и которые предустановлены. И может по несколько раз в день отправлять разработчикам различную информацию. Перед началом ролика поддержи канал, поставь этому видео лайк и не забудь поделиться с другом, чтобы он тоже знал, как сделать такие настройки. Итак, смотрите, нам нужно зайти в наши стандартные меню настроек. И здесь нам нужно найти такой пункт, который называется Google. Он есть абсолютно на всех моделях телефонов, то есть не важно какая у вас модель. Это Samsung, Xiaomi, Meizu, Huawei, Honor и так далее. Везде вот это все есть. Когда вы зашли, здесь листаете в самый низ и интересует такой пункт, который называется устройство и обмен данными. Заходим на эту строку и здесь нажимаете устройство. И вы удивитесь, у вас будут активированы либо два пункта, либо один. Но нам интересует только вот самый первый, это искать устройство рядом. То есть всегда, даже когда Bluetooth выключен, смотрите, сейчас он выключен у меня, а здесь он включен. И когда вы проходите мимо кого-то, у кого есть тоже телефоны, планшеты, ноутбуки и так далее, везде, где есть Bluetooth, он постоянно ищет все, что находится рядом. Но вы сами понимаете, что во всех стоят пароли и подключиться к кому-то просто нереально. Это бесполезная трата ваших ресурсов, вашей батареи и работает постоянно и оперативная память, и процессор нагружается. Мы должны это обязательно отключить. Это была первая настройка и сейчас вам покажу вторую важную настройку. Заходим в наше стандартное меню и дальше ищите у себя состояние защиты. Нажимаем и заходим в Google Play защита. Смотрите, по умолчанию во всех вот эта Play защита, она активирована и она включена. И она проверяет абсолютно все приложения, которые находятся на вашем смартфоне ежедневно по несколько раз. Вот два часа назад была проверка и все 349 приложений, даже больше, они были проверены. И так несколько раз в день они ежедневно перепроверяются и отправляются разработчикам отчеты о том, как работают ваши приложения. Смотрите, если мы зайдем в шестеренку, то здесь есть активированные две настройки. Вот есть настройка «Помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа». Вот эта настройка вообще абсолютно не нужна, ее обязательно отключайте, чтобы не было отправки каких-то данных с ваших приложений разработчику. И есть вторая настройка, это сканирование приложения с помощью Play защиты. Здесь уже решайте сами, отключать ее или нет, но я у себя однозначно это отключу. Смотрите, я вам кое-что покажу. Когда вы заходите в «Безопасность», то у вас уже есть стандартный антивирус. Вот вы на него нажали, уже идет сканирование. Он и так сканирует все, что у вас есть в телефоне и определяет, есть вирус или нет. Если мы здесь нажмем на настройки, то смотрите, активировано проверять перед установкой. То есть когда вы скачиваете какую-то игру, перед тем, как она становится на ваш телефон, она проверяется автоматически. А у вас еще дополнительно Google Play защита стоит, то есть у вас как бы два антивирусника. И там она тоже проверяет. Потому из-за таких двойных проверок у вас может сильно тормозить телефон. Особенно если у вас бюджетного класса телефон и в нем мало оперативной памяти и слабый процессор, то именно за этого может быть подтупливание. Отключаем вот эту функцию и у нас будет работать только один антивирусник. Если вы качаете только с Play Market, то там все приложения, они и так без вирусов. Потому что чтобы туда закачать какую-то игру для того, чтобы другие пользователи скачивали ее, там нужно пройти кучу проверок на вирусы и тому подобные глюки приложений. И только тогда Play Market разрешает этому приложению присутствовать на своей платформе. Кто не может найти эту настройку вторую, вы заходите просто в Google Play. Допустим, если вы не нашли у себя в обычных настройках. Вот здесь нажимаете на свою аватарку и вот есть пункт такой Play защита. На нее нажимаете и вы попадаете в точно такое же меню, которое заходил и отключал второй пункт. То есть вы можете либо активировать, нажать на шестеренку и вот здесь поотключать. Видите, сейчас сканирование включилось. Отключаем вот это дело и телефон станет меньше лагать, станет быстрее. И вы избавитесь от множества различных глюков, которые присутствовали до этого.